МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Мы поедем, мы помчимся". В тундре грандиозные торжества. Ненецкий округ отмечает День оленя. О национальных гуляниях в общинах расскажут наши корреспонденты. А Воланга принимает поздравления. Деревня 75. На юбилеи побывала наша съемочная группа. За пост губернатора Ненецкого округа поборются 4 кандидата. В регионе завершилась их регистрация. За кого будем голосовать, покажем через несколько минут. 2 августа для жителей региона стал днем особенным. И дело вовсе не в десантниках. Ненецкий округ отметил праздник в честь главного кормильца тундры Северного оленя. Впрочем, сами оленеводы это грандиозное событие, как только не называют. И местным Новым годом, и даже заполярным многоборьем. Смысл прост. Жители тундры собираются вместе, чтобы встретиться с родной, пообщаться, обменяться последними новостями и выявить сильнейшего в различных соревнованиях. Гуляния прошли во всех общинах нашего региона, и в каждом праздник чествовали по-особому. Например, я и мой коллега-телеоператор увидели, какое значение имеет олень для представителей Канинской тундры. 350 километров от Наринмара община Канин. Уникальнейшие места и уникальнейшая сама по себе община. Она существует ровно 12 месяцев в году. Оленеводы говорят, что здесь живут целыми семьями. Встретить в тундре подобное очень сложно. В чуме Анна Ордеева сегодня многолюдно и шумно. В гости приехали родственники соседних бригад. Повод, что не наесть самый подходящий. На календаре общий праздник тундровиков – День оленя. На печи кастрюли, сковородки, в них готовятся традиционные блюда. Например, вот жаркое по-домашнему. В составе только мясо, вода и специи. Удержаться от такого, говорит хозяйка, сложно даже вегетарианцам. Кстати, старейший праздник она сравнивает с Новым годом. Пережили мы этот год уже. До дня День оленя, до дожили, все нормально. Дальше по себе пойдет уже осень. С этой стороны начинается уже темнота. Все, с этой стороны пошло уже в осеннюю сторону. В палатке по соседству хлопот ничуть не меньше. Чумработница Анна и, кстати, тоже Ордеева, словно на автоматизме. Готовит, моет и убирает. Одни гости уйдут, затем придут следующие. До их появления нужно успеть многое. Женщина признается, за последние 4 дня спала всего несколько часов. Вот такой он праздник, шутит хозяйка. А потом вдруг признается в любви к своим оленям и кочевому образу жизни. Говорит, никакая квартира с удобствами не заменит духа свободы, которую можно ощутить только в бескрайней тундре. Олени как бы наши ведь это, наши все, наша пища, наша одежда, наш транспорт, наш продукт. Мы раз его едим, значит наш продукт, и еще. Ну это все у нас. Олень для нас все. На Крайнем Севере официально отмечать профессиональный праздник День Оленя начали на заре советской власти. Но на самом деле корни этой традиции уходят вглубь веков. Община Канин после небольшого перерыва в этом году праздник отмечает громко и со всей ненинской душой. Несколько лет хозяйство находилось на уровне банкротства. Осенью-то забойки-то проводили так себе. Сдали мало мяса. И вот половину, наверное, сдали то, что сдаем обычно. Община сдавала. И поэтому как бы с финансовым положением было трудно очень. Просили помощи администрации. Помогли они нам. Губернатор региона Игорь Кошин, который присутствовал на празднике, выслушал проблемы оленеводов. Обитатели общины больше всего волнуют финансовый вопрос. Слишком маленькие и нерегулярные зарплаты. Я прекрасно понимаю, что у нас есть Запад, у нас есть Восток. Я прекрасно понимаю, что на Востоке у нас есть еще дополнительная помощь от метропользователей, на Западе этой помощи нет. Поэтому на Западе помощь будет оказывать ненинский автономный округ. Самый легкий. Хорошо? Владимир Владимирович, у нас с вами контакт есть. Есть. Все вопросы, которые вы мне ставите, мы все благополучно постепенно решаем. Впрочем, политическая беседа быстро перерастает национальное гуляние. Ведь в тундре как не как праздник. И начинать его без этой знаменитой песни – настоящий грех. Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Пока одни выступают возле чума, другие готовятся, как говорят сами оленеводы, к маленьким олимпийским играм со своей северной спецификой. Спортсмены без устали прыгают через нарты, бегают быстрее ветра и метко бросают тынзей. Так они называют лассо, которым отлавливают оленей в огромном стадии. Есть в этом что-то ковбойское. Это только с виду кажется, что все это сделать очень просто, и здесь нет ничего сложного. Но чего стоят одни прыжки через нарты? Человек без подготовки и десяти раз так не сделает, проверено лично. На самом деле прыжки через нарты – это довольно-таки сложные. Само по себе там необходимо, иногда напрыгивают более ста раз. А в самом деле необходима определенная техника, определенные навыки. В стороне не остались даже самые маленькие покорители тундры. Детишки между собой тоже устроили соревнования. Например, кто первый заорканит условного оленя. Ведь в будущем этим ребятам предстоит научиться многому. Поэтому у родителей кочевому образу жизни готовят их с раннего возраста. Например, бывает такое. Кто-то еще только ходить научился, а уже умело управляет упряжкой. Вот это сюда повыше, да? А это правильно. Во время кидания отпустить его нужно будет? Да. Хопа! О, не долетело. Оленевод из меня точно никакой. Ездить на оленях. Ловить, ловить оленей. Ловить. А на рыбалку ходишь на охоту? На охоту хожу. Ну получается ли? Да. Во всем мире на оленях ездят только зимой. Оленеводы с такой же скоростью круглый год, даже по голой земле. А еще они говорят, что на рогатых животных можно ехать быстрее спортивной машины. Может, это и художественное привлечение, но после путешествия в тундру оно кажется не таким уж и большим. А как нужно командовать? Командовать? Да. Оленей для этих людей сегодня, как и тысячи лет назад, единственная основа жизни. Фрукты, овощи и прочие блага цивилизации в эти места, конечно же, завозят периодически. Но, как говорят местные, пока у них есть олени, у них есть все. И больше ничего не надо. Олег Котанзийский, Леонид Шишелов, телеканал Север, полуостров Канин. Отметили День оленя и в Наринмаре. Вооружившись зонтами и антикомарином, жители и гости окружной столицы отправились в турцентр. Колоритный ненецкий праздник получился, как всегда, многонациональным. Олене метропами отправилась и наша съемочная группа. Алина Ваучейская с подробностями есть слово. Стойбище на седьмом километре Лаеворской дороги совсем не похоже на традиционную стоянку оленеводов. Вот на пригорке Сатур Рахманов проводит мастер-класс по приготовлению плова. Мы готовим плов национальный таджикский. Не узбекский, а просто таджикский. Оно национальнее считается. Не узбеки, не таджики. Это кто придумал, я не знаю. Казалось бы, как восточная кухня связана с ненецким праздником. Все очень просто. День оленя здесь, в турцентре. Праздник не только ненецкий. По оленям тропам отправились и башкиры, и коми, и поморы, и другие национальности. Следующее место стоянки – площадка с национальными ненецкими забавами. Метание тензея на хорей и тройной национальный прыжок. Любому ненецкому развлечению здесь обучает опытный инструктор. Якуты – традиционные лидеры в тройном национальном прыжке в силу того, что они очень атлетичные, высокие. И чемпион как раз якут. Не помню фамилию. 11-6 метров. Ну, а в чем секрет? Секрета нет. Значит, взрывная сила. Человек выполняет на прыжку, значит, выполняется прыжок одновременно двумя ногами, прыжок три подряд. То есть раз, два, три, да? Раз, два, три, да. Так как заяц. Допустим, разножка допускается на полстопы. А так вот вместе вы ноги ставите, напрыгиваете и выполняете три раза. А, то есть нужно рядом ноги ставить? Да, рядом ноги, да, вы ставите, как они становятся у вас, так и становятся. А, все, поняла. Ну, давайте попробуем. А вы хотя бы с двух шагов попробуйте. Или попробуйте с места, а потом два шага на прыжку, да? Давайте. Раз, два, три. Самый большой ажиотаж у гостей вызвала ненецкая игра прыжки через нарты. Их кочевники используют для перевозки грузов, запрягая в них оленей. Издавна сани оленеводов использовали как спортивный снаряд. Правила игры просты. В один ряд выстраивают 10 нарт. Кто больше перепрыгнул, тот и чемпион. На самом деле это не так и просто перепрыгнуть через нарту. Вроде что тут сложного. Полтора метра в длину и 50 сантиметров в ширину. Но мы сейчас убедимся, что это очень сложно. Итак, поехали. Преодолеть себя так и не получилось. А вот Ксения Алямис побила рекорд на празднике. Она сумела перепрыгнуть 21 нарту. Первый раз было 7, сейчас уже рекорд. Вообще здорово, отлично. У меня приятия таких побольше делают, потому что ненецкому не хватает активности и движений даже для молодежи. Ксения Анаридмар приехала из Башкирии. На ненецком празднике девушка впервые. Впрочем, как и другие гости. Есть тут и архангелогородцы, и ярославцы. Словом, география присутствующих обширна. И все без исключения в восторге от увиденного. Эмоции только позитивный настрой. Мы сейчас еще здесь погуляем и поедем в лес отдыхать уже по-своему. Рядом с национальными забавами расположился дворец виновника торжества – оленя Глеба. К чуму с хозяином праздника тропа не зарастала на протяжении всего гуляния. Понравилось тем, что тут интересно, можно посмотреть на живых оленей, узнать о них много новой информации. Во-первых, потому что было объявление, тем более дома сидеть как-то в такой прекрасный день – это очень плохо. Олень понравился, такой он какой-то худой, его надо покормить. Кстати, любимое лакомство Глеба – грибы гости собирали тут же на территории турцентра. Гуляния же продолжились до вечера. Ни хмурое небо, ни дождь, ни даже роймошек и комаров не стали помехой для массового гуляния. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, Телеканал Север. Если в тундре и на Ринмаре опраздновали День оленя, то в Волонге – юбилей. Деревне на берегу Северного моря исполнилось 75. Местные жители устроили настоящее народное гуляние. И это при том, что численность населения там всего 24 человека. По случаю юбилея в деревню приехали гости из города. Ирина Цепетова продолжит. Так получилось, что юбилей деревни совпал с другим, не менее важным для местных жителей событием. В Волонге в праздничную дату открылся новенький долгожданный магазин. Старый уже давно пришел в негодность. Постройка 1958 года оббитшала. Там провалились полы. Из-за этого зимой в помещении очень холодно. Новый магазин сделан из сборных конструкций. Его возвели всего за две недели. Теперь сооружение своим ярким видом украшает всю деревню, шутят местные жители. Ну, конечно, конечно, это уже не сравнимо. Вот весы мне здесь привезут, но это все, все выложим еще. Я очень довольна, конечно, вся Волонга довольна. Я, конечно, очень за поддержку деревни. Они все письмо писали, каждый подписался. Молодцы такие они у меня. В честь юбилея Волонги на сцене выступил местный творческий коллектив, а также приезжие артисты. От завораживающего пения в пляс пустилась вся деревня. На гуляниях побывали и первые лица Неницкого округа. Они поздравили сельчан с юбилеем и наградили почетных жителей, активистов и семейные пары благодарственными письмами и ценными подарками. А губернатор Игорь Кошин для местного населения подготовил свой особый сюрприз. Значит, вот сейчас мы пока шли, значит, Галерий Александрович поставил нам задачу сделать регулярный рейс сюда. Не по заявкам, а регулярный. Вот мы договорились, что сделали. Спасибо! По связи пока точно обещать не буду, но знаю, что нам нужно вышку поменять. Завершилось гуляние как положено, общим застольем. Напомню, деревня Волонга входит в состав муниципального образования «Пешский сельсовет». Основное занятие местных жителей – это рыболовство и охота. В населенном пункте имеется ФАП, два магазина и электростанция. Ирина Цепетова, Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов, телеканал «Север» Волонга. К другим темам. Кандидаты на пост губернатора Ненецкого округа получили свои удостоверения. Избирательная комиссия вручила документы четырем претендентам на пост главы региона, тем самым утвердив окончательный состав кандидатов. Первый в списке Игорь Викторович Кошин, представляющий политическую партию «Единая Россия». На втором месте представитель ЛДПР Андрей Смыченков. Справедливую Россию представит Николай Остродумов. Закрывает четверку кандидат Тимофей Салуянов от партии «Родина». Коммунистическая партия «Коммунисты России» не будет представлять своего кандидата на выборах, поскольку Сергей Маленкович не предоставил пакет документов в полном объеме. С 16 августа до 12 сентября включительно, согласно закону о выборах для кандидатов, начинается агитационный период. Когда у нас придет интенсивная фаза общения с избирателем через средства массовой информации, конечно же, избиратели увидят кандидатов уже на телеэкранах и увидят их чатные материалы, их программы в ваших газетных изданиях. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Смотрите далее. Трудовые коллективы Ненецкого округа продолжают обсуждать концепцию развития региона на ближайшие 10 лет. На очереди хлебозавод. Не сообщил, заплатил. В стране вступает в силу так называемый закон о двойном гражданстве. Иметь два паспорта теперь опасно для кошелька. Если на душе тревожно, выход есть у нас один. Соберем друзей надежных и поедем в Витамин. Купим все, что пожелаем. Пасту, мясо и сыры. И никто не угадает, почему так рады мы. Почему повеселели? Вроде не было причин. Потому что мы попали в самый классный Витамин. Улица Пырерка, 7. Часы работы с 8.00 до 22.00. Без перерывов и выходных. База «Строитель». Реализует пиломатериалы длиной 4,6 метров. Цемент, фасовки по одной тонне и 50 килограммов. Газосиликатные и пенополистирольные блоки. Металл в широком ассортименте. Утеплитель плитами и рулонами. Панеру, сухие смеси, эмали, водоэмерсионную краску и многое другое. Магазин. Поселок Качгард. Улица 60 лет. Мы продолжаем. В рамках своего визита в Наринмар полномоченный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин провел совещание по исполнению майских указов Владимира Путина. Окружная администрация отчиталась о реализации поручений по основным показателям. Аполпред акцентировал внимание на том, что почувствовать результаты должны в первую очередь простые жители региона. Ненецкий округ достойно справляется с реализацией указов президента. Зарплата бюджетникам на должном уровне, а кое-где превышают установленные президентом нормативы. Педагоги получают среднюю заработную плату по региону, то есть ровно столько, сколько предусмотрено указами. Врачи получают в полтора раза больше плановых показателей. Немного просили зарплаты работников детсадов. Здесь, по мнению Владимира Булавина, следует мобилизовать все ресурсы и довести доходы педагогов до средних по экономике. Однако законные возможности решить эту проблему появились у Ненецкого округа совсем недавно. Раньше дошкольным образованием занимался Архангельск. В 2015 году, с 1 января, округа возникают законные основания для решения этой проблемы. В июне 2014 года был заключен договор между органом государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа, в соответствии с которым исполнение всех полномочий субъектов переданы органам государственной власти и Ненецкого автономного округа на ближайшие 7 лет. Высоко оценил полпред набор социальных гарантий жителям округа, в том числе поддержку деторождения, благодаря которой рождаемость в округе занимает первые места в общероссийских рейтингах. Отдельно собравшиеся обсудили вопросы жилищного строительства и ликвидации ветхого жилья. Регион уже превысил необходимые показатели, отчерченные указами президента, и в дальнейшем будет только наращивать темп. Слишком большая потребность в новых метрах. Для нас вполне достижим показатель около 50 тысяч квадратных метров с возможным выходом, ли спланом выхода на следующие годы 60 и 70. По крайней мере, такая задача обозначена губернатором. Полпред Владимир Булавин отметил, что Ненецкий округ опережает многие регионы по темпам ввода жилья в расчете на человека и при этом не просит помощи федерального центра. Задача по переселению граждан из военного жилья оказалась наиболее сложной практически для всех субъектов федерации, расположенных в пределах Северо-Западного федерального округа. Ненецкий округ решает эту задачу исключительно за счет собственных союзов. В заключение участники совещания обменялись предложениями, как оптимизировать взаимодействие федерального центра и региональных властей, упростить документы обороты и отчетность. К работе администрации Ненецкого округа по исполнению майских указов претензий не высказано, предстоят лишь технические корректировки. На предприятиях региона продолжается обсуждение концепции развития Ненецкого округа до 2025 года. Организации могут вносить предложения относительно корректировки документа. Свои дополнения представили работники Наринмарского хлебозавода. Не совсем по мнению коллектива, в программе отражена поддержка производственных предприятий города и округа. В частности, работники предлагают упростить привлечение студентов на летнюю практику. Проблем с желающими нет, однако вопрос возникает в другой плоскости – финансовой. Сегодня прохождение практики приходится стипендию платить предприятиям. Если бы немного упростить, и это помогли бы власти каким-то образом через бюджетные средства, еще что-то, это было бы, конечно, интересно. Также власти должны поощрять создание новых рабочих мест в регионе, чтобы было где работать специалистам с высшим образованием, желающим вернуться в округ. Все эти предложения производственных кооперативов направят на рассмотрение губернатору. В дальнейшем некоторые из них пополнят концепцию развития Ненецкого округа до 2025 года. Региональное отделение «Красный крест» открыл пункт сбора и распределения гуманитарной помощи. Принимаются любые вещи, которые помогут организовать быт жителям Украины, прибывшим на территорию округа. Принести можно одежду, обувь, бытовую технику, посуду, постельное белье, игрушки для детей и даже мебель. Острую необходимость граждане Украины испытывают в теплой одежде и обуви, так как наступление зимы не за горами. Прием проводится по адресу Рабочая, 17А, с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов. Телефон для справок 421-80. Также российский «Красный крест» организовал акцию по сбору средств для жителей Украины, прибывших на территорию округа. Банковские реквизиты для перевода денежных средств вы видите на экранах. Назначение платежа – добровольное пожертвование для жителей Украины, прибывших на территорию НАО. Сегодня вступает в силу так называемый закон о двойном гражданстве. Он обязывает тех россиян, у кого помимо российского есть паспорт другого иностранного государства, в течение двух месяцев сообщить об этом ФМС. Предполагается, что россиянам не обязательно будет лично явиться в отделение ФМС. Достаточно будет отправить виндомление по почте, приложив копии российского и иностранного паспортов. За сокрытие информации предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 200 тысяч рублей или обязательных работ. Впереди снова реклама. И вот что вы видите дальше. В ожидании классики Наринмар готовится принять высокую музыку от высоких гостей. Все подробности чуть позже. Праздник начинается с 30 июля по 10 августа. В Техновидео на весь ассортимент скидка 50% и не процентом меньше. Плюс подарки на 15% от стоимости покупки. День рождения у нас. Подарки вам. Вкусные и сытные обеды. Всего за 200 рублей. Торты, пицца, пироги, свежий шашлык, полуфабрикаты, блюда на вынос. Детский уголок. Бесплатный Wi-Fi. Ежедневно с 9 до 19 часов работает закусочная. Прием заявок на проведение любых торжеств и мероприятий. Только сейчас. Скидка на аренду помещения 40%. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Столовый комплекс обедов. Улица 60, Лет Октября, 57. Телефон 4-2303. Мы продолжаем. Наринмар глазами блогеров повидать тундру взглядом цивилизации и показать ее через объектив камеры. В столицу округа приехал известный в среде блогеров фотограф и путешественник Павел Косенко. Целую неделю он проведет вместе с оленеводами в районе поселка Тапседы. И покажет, как в тундре отмечают главный праздник. Это уже второй визит фотографа в регион. Год назад он побывал в стойбище и в своих фотографиях изложил пособия для тех, кто снимает в условиях Арктики. В этот раз Павел Косенко планирует вжиться в образ оленевода и целую неделю провести вдали от мира технологий. Побывав во многих странах мира, мастер фотопленки признается, что сейчас среди путешественников ценится экзотика и самобытность. Поэтому Ненецкий округ с каждым годом привлекает все большее количество туристов. Мне очень близка такая настоящая жизнь без какой-то городской холодности, отчужденности людей друг от друга. Здесь такое все по-настоящему, все друг друга знают, как бы все просто и вместе с тем очень душевно. Мне интересно, как живут люди, чем они живут. И, конечно, картинка интересна очень. Поклонники классики замерли в ожидании. Столица региона готовится принять первый Арктический фестиваль Дни Высокой Музыки. Он пройдет уже в сентябре. На сцене КДЦ выступят профессионалы мирового уровня. Фестиваль пройдет со 2 по 5 сентября и начнется большим галоконцертом. На сцене выступят такие мастера, как заслуженный артист страны Дмитрий Коган, солист Большого театра Максим Пастер, а также солистка Мариинского театра Лариса Юдина. Пообщаться с музыкантами лично поклонники смогут 3 сентября. В этот же день пройдет сольный концерт пианиста Алексея Курбатова. А 4 сентября состоится мастер-класс для учащихся детской школы искусств Наринмара и поселка Искателей. Завершится фестиваль 5 сентября сольным концертом Виктора Абрамяна. Это скрипач и преподаватель Государственной классической академии.